Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие любители славянской литературы и русской литературы, и нашего уважаемого, любимого Ивана Гунина, юбилей которого мы празднуем. Приветствуем вас в Библиотеке иностранной литературы, в Центре славянских культур, нашей онлайн-презентации русско-славянского сборника рассказов Ивана Гунина «Цифры. Темные аллеи. Парижа». И начать наш сегодняшний вечер я бы попросил директора Библиотеки иностранной литературы Павла Леонидовича Кузьмина с приветственным словом. Дорогие друзья, дорогие слушатели, дорогие читатели Библиотеки иностранной литературы, я рад приветствовать вас в стенах нашей библиотеки. К огромному сожалению, из-за пандемии мы вынуждены каждый сидеть в каких-то отдельных помещениях, но мы всегда чувствуем то тепло и то радушие, которое библиотека дарит нашим читателям. И мы хотели бы, чтобы вы всегда чувствовали, как бы вы ни выходили на связь с библиотекой, наше постоянное внимание к нашему читателю. Сегодня мероприятие, которое посвящено юбилею Бунина, нашего великого русского писателя, и Библиотека иностранной литературы, одной из целей, которая является продвижение русской культуры за рубеж, сегодня презентует и открывает, презентует издание переводов на славянский, на сербский язык, произведений Ивана Бунина, которые никогда еще не переводились на этот язык. Для нас, во-первых, я хотел поблагодарить и Центр славянских культур, наш центр, который организует это все, Институт перевода, Институт славяновидения, Российская Академия наук, за то, что они поддержали этот проект. А также тех переводчиков, которые победили в конкурсе переводов, и чьи переводы и опубликованы в этой книге. Это первый шаг, это, может быть, начало большой деятельности по продвижению российской литературы в славянских переводах. Поэтому, знаете, я хотел бы, вот первые даже абзацы первого произведения, рассказы Бунина, цифры, он какой-то такой довольно трогательный, который в какой-то степени подчеркивает вообще значимость нашей жизни. Начало, цифры. Мой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды зимним вечером ты вышел из детской в столовую, остановился на пороге. Это было после одной из наших ссор с тобой. И, опустив глаза, сделал такое грустное личико. Должен сказать тебе, ты большой шалон. Когда что-нибудь увлечет тебя, ты не знаешь, удержу. Ты часто с раннего утра до поздней ночи не даешь покоя всему дому своим крикам и беготнём. Зато я и не знаю ничего трогательнее тебя, когда ты, насладившись своим буйством, притихнешь, побродишь по комнатам и, наконец, подойдёшь и сиротливо призмёшься к моему плечу. Знаете, вот такие вот трогательные слова, они могут не только касаться, наверное, взаимоотношений в семье, а эти, наверное, трогательные слова должны относиться к отношениям между различными культурами и между различными странами. Потому что мы должны уметь понимать друг друга, уважать друг друга, чтить позиции друг друга и находить в себе силы прижиматься к плечам друг друга. Поэтому я, дорогие друзья, очень счастлив, что библиотека участвует в этом проекте. И желаю вам очень хорошего и познавательного, и интересного вечера. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Павел Леонидович. Благодарим вас за столь трогательное, приветственное слово. И хотелось бы попросить исполнительного директора Института перевода, директора издательства «Центр книги Рудомино» Евгения Николаевича Резниченко тоже обратиться к нашим участникам с приветственным словом. Дорогие друзья, добрый вечер. Действительно, мы говорим об издании небольшого сборника переводов, которые были выполнены участниками российско-славянского переводческого семинара. Это, наверное, один из самых старых наших совместных проектов с Библиотекой иностранной литературы, с Институтом славяноведения. Также в какие-то годы и публичное агентство книги Республика Словения поддерживает этот семинар, и общество славянских писателей. Тут мы накануне, буквально за несколько минут до встречи, обсуждали вопрос о том, что можно ожидать от таких первых переводов, студенческих переводов, насколько это актуально, насколько это имеет смысл. Ну, я могу, так сказать, сразу ответить на этот вопрос. Мы как раз только что закончили участие во Франкфуртской книжной ярмарке и делали очень много презентаций различных российских институций. В частности, делали презентацию довольно новой в России премии лицей. Это премия для молодых писателей, до 30 лет писателей, поэтов, драматургов. И заканчивалась наша презентация призывом к зарубежным переводчикам и зарубежным издателям. Поскольку премия вокруг Александра Сергеевича Пушкина, так сказать, закручена вся, то призыв наш звучал так – не пропустите нового гения. В этом смысле любая работа со школьниками, даже не только со старшими, а со средними школьниками. И я знаю, что Библиотека иностранной литературы ведет такую работу, по крайней мере, отдел детской книги делает ежегодный такой конкурс. И там участвуют дети, по-моему, от 12 лет, и старшие школьники, и уже, так сказать, юноши, и девушки. Все это всегда уместно, поскольку вы же понимаете, что переводчикам не рождаются, переводчикам становятся. Более того, как тоже на одном из переводческих мероприятий мы говорили буквально недавно, а речь шла о российско-французской такой переводческой школе, переводческом семинаре, что здесь работа в таких мастерских, в таких семинарах, она идет не как в университетах, например, по вертикали, когда якобы знание спускается сверху вниз от преподавателя к студенту, а здесь идет скорее горизонтальное общение, потому что перевод все-таки искусство, а искусство учить можно, но очень трудно и невозможно научить. То есть можно только обмениваться какими-то подходами, мнениями. Я не исключаю, что в этих, я не знаю славянского языка, но не исключаю, что славянские читатели, возможно, вполне вероятно, найдут в этих, может быть, первых, еще несовершенных переводах какие-то крупицы действительно истинного переводческого таланта. Я желаю тем переводчикам, которые принимали участие в этом проекте, дальнейшего развития и надежд и удачи на пути перевода художественной литературы. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Хотел бы спросить вас о нынешних проектах Института перевода, которые, может быть, связаны со славянскими странами. Ну, то, что мы организация, которая в основном все свои проекты осуществляет за рубежом нашей Родины. В этом смысле нас не так хорошо знают здесь, в России. Тем не менее, раз в два года мы проводим большой международный конгресс переводчиков художественной литературы. Основная наша цель – пригласить и собрать переводчиков русской литературы на иностранные языки. Поскольку и проблемы перевода, и такая переводческая тусовка, она, в общем-то, мировая, то мы приглашаем и переводчиков зарубежной литературы российских. И всегда вот на протяжении последних… Это у нас будет уже шестой конгресс. Конгресс на протяжении последних пяти конгрессов они вполне находили общий язык и начинали дружить, начинали делать совместные проекты. И вот 12-15 ноября, увы, в режиме онлайн пройдет шестой международный конгресс переводчиков. Библиотека иностранной литературы Павел Леонидович любезно предоставит нам помещения, такие студийные помещения, для того, чтобы часть наших участников собралась очно, оффлайн, была организована трансляция. Мы полагаем, что более 500 переводчиков, специалистов по переводу примет участие вот в этом таком большом конгрессе. Это для нас такой вызов, потому что оффлайн участие, оно ограничено размерами помещения, например. Мы знаем, что в большой зал помещается 300 человек. Значит, у участников может быть 300. А здесь нет ограничений, поэтому, в общем, такая трудная задача. К сожалению, отменены ярмарки в славянских странах, ну, собственно, они и везде отменены. Но все мы переносим на следующий год, мы наши проекты не останавливаем и будем продолжать сотрудничество и со Словенией, и с Сербией, и с Хорватией, и с Македонией. При поддержке Института Перевода много выходит переводов славянской литературы на русский язык. Но все это вот благодаря поддержке многих институций нам удается как-то планомерно делать и не сбавлять темпов даже в такой период заточения, вынужденного нашего заточения. Спасибо большое, Евгений Николаевич. И я попрошу взять слово автора идеи проекта, переводчика, словиста, члена программного совета форума славянских культур и заведующего отделом исторических проектов и грантового мониторинга и библиотеки иностранной литературы Юлию Анатольевну Созину, без которой этого сборника, конечно же, не случилось бы. Юлия Анатольевна, вам слово. Добрый день, вернее, уже добрый вечер, дорогие друзья, дорогие коллеги. Я рада видеть здесь незнакомые мне лица в нашем чате. Я хотела бы, в первую очередь, поприветствовать наших партнеров. Евгений Николаевич, конечно, большое вам спасибо, что вы поддерживаете все наши проекты. Без вас очень многое бы не состоялось. Я рада видеть здесь Надежду Николаевну Старикову, которая непосредственно в этом проекте тоже принимала участие, когда, собственно, конкурс был. Мы вместе были в Словении. Я рада приветствовать здесь Машу Дивульски, одну из наших победительниц, которая смогла присоединиться к нам сегодня. Очень рада видеть вас, Маша. Маша – это полное имя. Это я уже говорю для русских зрителей, то есть никакого понебраться с моей стороны здесь нет. Также я хотела бы назвать и других наших победителей конкурса, чьи переводы опубликованы в нашей вот этой вот замечательной книжечке. Это Вита Пинтер и Тибор Малинович. Тибор сейчас занят очень на каком-то серьезном переводческом проекте. Большой молодец и умница тоже. Мы следим за успехами наших победителей. Так что рады, рады, что вы с нами, Маша. Что это за проекты? На самом-то деле Библиотека иностранной литературы и Институт перевода имеют очень много замыслов и частично успевают их осуществлять. Евгений Николаевич поскромничал, когда там сказал, ну, мы все делаем потихонечку. На самом деле делается много. Извините за тавтологию. Здесь речь идет о многолетнем проекте, российско-словенском семинаре переводчиков, который год теоретически проходит в Словении. Один год на следующий год теоретически проходит в России, в Москве, пока мы еще никуда не уезжали. И Евгений Николаевич хочет вот этот проект продолжать. И, собственно, на следующий год, когда у нас была встреча не так давно с ведущими переводчиками Словении, она буквально состоялась на прошлой неделе тоже онлайн, вот Евгений Николаевич сам озвучил даже месяц, апрель следующего года. Евгений Николаевич, постараемся. Это было для нас неожиданностью, но постараемся все это успеть и сделать, потому что действительно очень важно. Редактор славянского перевода, естественно, член жюри, Блаж Подлесник, также не смог сегодня к нам присоединиться, но прислал свое краткое видеосообщение. Мы его послушаем. Но главный вопрос, действительно, который мы сами друг другу задали перед сегодняшней презентацией, это то, действительно, вот есть проект, есть конкурс, есть книжка. Конкурс, как правило, Институт перевода чаще поддерживает для, так сказать, молодых специалистов или студентов, которые только еще начинают свою карьеру. И как бы изначально подобного рода публикации, они маркированы, маркированы тем, что переводы, которые там представляются, они заведомо ученические. И понятно, что ранний Чехов и поздний Чехов – это разные писатели, скажем так, да? Но, тем не менее, почему это важно? Важно во многих смыслах. Во-первых, действительно, благодаря вот этим конкурсам. А сегодня, я надеюсь, что коллеги, которые здесь присутствуют из библиотеки иностранной литературы, озвучат еще наши текущие проекты. И сейчас у нас переводческий конкурс идет. Я приветствую Антонину Хозяинова. С нами на связи Сергей Борисов. Приветствуем. Здравствуйте, Сергей. Вот, озвучат эти проекты. Собственно, вопрос в том, что мы получаем на выходе, зачем это кому-то нужно. Ну, понятно, это всегда приятно, что вот человек в студенческие годы получает публикацию. Я вам должна открыть, может быть, секрет. На самом деле, над этими публикациями работает очень много людей. Все члены жюри, которые, собственно, читали тексты переводов, делали свои меты, давали свои рекомендации. Каждый из переводчиков действительно серьезно поработал. Кроме того, важный еще для... Ну, кроме того, что это жест такой дружественный между двумя культурами, двумя странами, это бесценные вот эти издания, двуязычные издания. Сейчас я покажу. Вот здесь тексты даются сразу на двух языках. Вы там увидели, там, нетку мою. Извините, открыла страницу. Но это живая работа. Это очень важно для тех, кто будет изучать язык. Если я сегодня перед нашим эфиром просто почитала именно славянский текст, потому что понятно, что я его не редактировала, читала я его когда-то давно, а сейчас решила освежить. Вы не представляете, как это профессионалу приятно читать. И я уверена, что для тех, кто изучает славянский язык, это будет удивительное подспорье в изучении славянского языка. Это то, что касается нашей российской страны. Наши проекты нарочно выбирают такие объекты для работы с, но это действительно, как я уже сказала, коалиция такая и молодых переводчиков, и опытных переводчиков, которые еще не были опубликованы в Словении, о чем уже сказал сегодня Павел Леонидович. То есть на выходе мы получили действительно факт культуры, культуры российской, которая была перенесена на славянскую почву. И сейчас по плану после меня сразу коллеги включат, собственно, ролик, видеозапись Блажа Подлестника, который, собственно, на этом делает акцент. А я, наверное, пока прерваюсь, и вам, и, может быть, потом еще возьму слово, если позволите. Спасибо. Спасибо большое, Юлия Анатольевна. И мы попросим Сергея Чумнова, нашего технического помощника сегодня, включить нам видеообращение редактора Словенского текста сборника, члена жюри конкурса, нашего надежного друга, партнера и соратника, руководителя кафедры русской литературы университета в Любляне Блажа Подлестника. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Юлия Анатольевна попросила меня, как члена жюри и редактора переводов, сказать пару слов о славянских переводах трех рассказов Бунина, опубликованных в новой книжке. Это переводы победителей переводческого конкурса, то есть переводы студентов-русистов. И так как речь идет о первых попытках в области художественного перевода, то от них и не следует ожидать совершенства. Но в работе над переводами все переводчики учли замечания коллег и жюри и довольно хорошо доработали свои тексты. Так что в напечатанном варианте это уже вполне корректные и местами даже очень хорошие славянские аналоги гениальных рассказов классика. Ну, поблагодарим Блажа Подлестника, пускай и заочно, за его такой отзыв по работе наших замечательных переводчиков. Я бы хотел сейчас попросить Машу Дивульски, которая с нами на связи из Словении, сказать пару слов о том, как ей довелось работать с текстами Ивана Бунина и вообще об этом опыте, который ее при подготовке этого сборника посетил. Пожалуйста, Маша, вам слово. Здравствуйте. Да, вот как уже профессор Подлестник сказал, это мой первый перевод художественного текста. Значит, там, ну, было сначала довольно трудно, но я, как бы сказать, читала другие тексты одновременно с старых словенских переводчиков с опытом, которые переводили там тексты 19 века, так, чтобы ознакомиться языком, потому что, ну, на славянском тоже зависит от периода, какие там переводы получаются. вот, и, ну, как сказать, слава Богу, там рассказ довольно короткий, так что, я думаю, для начала, ну, а то это было пять лет назад, так что я больше не помню, не очень много, не помню. Вот, для начала это, по-моему, довольно хороший перевод. Спасибо вам большое, Маша. У вас получился очень хороший перевод, вы не скромничайте. Спасибо вам огромное за участие. Очень рада, что вы с нами сегодня. Позже Маша прочитает свой перевод в нашей трансляции. А также с нами сегодня сотрудники отдела исследовательских проектов и грантового мониторинга Библиотеки иностранной литературы, которые во многом обеспечили издание нашего сборника рассказов. И хотелось бы попросить их тоже сказать пару слов. Это Сергей Борисов, лингвист, переводчик и ведущий методист отдела исследовательских проектов. Сергей, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие друзья, дорогие гости. Как уже сказал Иван, действительно, я работаю в Библиотеке иностранной литературы. Также я младшинаучный сотрудник в Институте словеноведения РАН. Ну и я хотел бы начать с того, что вот с того же самого вопроса, что стоит ожидать от книги студенческих переводов. Я сам участвовал в конкурсе переводов, еще будучи студентом магистратуры Московского университета, конкурс перевода с чешского языка, организованный чешским центром. Вот. Ну и так как-то, исходя из своего опыта, я могу сказать, что мне кажется, что студенческие переводы, они, разумеется, ученические, действительно, это пробы пера, пробы себя в такой работе. Но, тем не менее, может быть, в отличие от уже какой-то профессиональной переводческой деятельности, таким переводчикам, молодым, которые первый раз или второй, третий, пробуют перевести художественный текст, это в основе лежит именно исключительно творческий настрой, творческая работа. Разумеется, профессиональный переводчик им тоже, прежде всего, движет творчество. Ну, есть еще какие-то определенные дополнительные ожидания, представления и так далее, и так далее. А вот у человека, который переводит первый раз, у него, в принципе, вот исключительно такое желание показать себя, проявить себя с лучшей стороны. Вот. Поэтому мне кажется, что в таких переводах ученических, участников конкурса, может быть, есть какая-то такая дополнительная искорка, которую мы реже находим у уже профессионалов, которые давно-давно переводят тексты. Вот. Но еще я бы хотел сказать о своей роли в подготовке этого сборника. Помимо всего прочего, я занимался переговорами с правообладателями, скажем так, с организацией, которая в настоящее время обладает правами на наследие Ивана Бунина, на издание его русскоязычных текстов. Это Лидский университет, русский архив Лидского университета, и я списался с помощью коллег, мне дали контакты, доктора Ричарда Дэвиса, который там работает. И он рассказал, что история, как права на произведение попали в Лидский университет. Дело в том, что после смерти Бунина в 1953 году его архив тогда еще не было, не сформировалось то понятие авторских прав, по крайней мере, в СССР, которые есть сейчас. Речь идет, разумеется, тогда о Франции, Бунин номер во Франции. Не знаю точно, как там, сформировалось ли то понятие авторских прав, с которым мы знакомы сегодня, но в СССР еще точно нет. Поэтому, ну, корректно говорить о том, что архив, архив перешел его вдове, Вере Николаевне Буниной, затем после ее смерти в 61 году писателю-мемуаристу Леониду Федоровичу Зурову, и по завещанию Зурова дальше архив переходят в исследовательницы творчества Бунина Мири Цегрин, которая проживала в Великобритании, и с 80-х годов она и литературное агентство, которое представляло интересы Бунина и впоследствии ее Мири Цегрин интересы, они начинают передавать архив в Лицкий университет, а часть в СССР. И так или иначе в данный момент права на произведения, которые печатаются в сборнике, принадлежат Лицкому университету, и сотрудники Русского архива приветствовали нашу идею таким образом отметить 150-летний юбилей Ивана Бунина изданием двуязычного сборника, мы им сказали, что это будет небольшой тираж, который будет доступен в библиотеке и в общем-то таким образом всем. Поэтому они были очень рады, приветствовали нашу идею и на безвозмездной основе предоставили нам право напечатать русские тексты Бунина. Благодарю, Иван, спасибо, Сергей, спасибо большое. Я бы попросил Антонину Хозяинову, тоже сотрудницу отдела эстетических проектов, принять эстафету. Да, добрый вечер, Иван, добрый вечер, дорогие коллеги, дорогие зрители. Мой опыт чуть-чуть другой, чем у моего коллеги по отделу Сергея. Я входила в рабочую группу по многим переводческим проектам в библиотеке. Ну, из последних, наверное, это вот первая и вторая школа молодого переводчика России и Польша. Также мы проводим различные конкурсы перевода. И сейчас у нас проходит конкурс писательницы серебряного века о войне. Мы предлагаем молодым переводчикам выбрать самостоятельное стихотворение писательниц серебряного века по тематике военной и перевести на европейские языки. Не только на славянский, но и на западноевропейский. Вы можете найти информацию на сайте библиотеки об этом проекте. И я смотрю на проект как раз с позиции организатора. И мне кажется, что такие проекты, где участвуют начинающие переводчики, они всегда на высоком уровне проходят. И те проекты, которые организует библиотека иностранной литературы, я вижу, как туда включены и опытные мастера, и именитые мастера, и преподаватели, которые мотивируют своих студентов принять участие в данных конкурсах. И опытные редакторы, которые также принимают участие в итоге. И работают жюри. Люди очень включены в этот процесс. И я вижу, как здесь происходит действительно взаимообмен. И мне кажется, что это очень обогащается именно культурное пространство. И именно там происходит какое-то удивительное взаимодействие между молодым поколением, между мастерами своего дела. И они всегда готовы как поделиться опытом, так и услышать то новое, что молодые переводчики хотят внести в эту переводческую среду. И, на мой взгляд, именно вот эта включенность всех членов вот этой работы, всех членов проекта приводит к таким прекрасным сборникам, как, например, сегодня. И мне хочется пожелать всем нам, чтобы таких проектов становилось больше, потому что они важны и для тех, кто будет читать. Да, то есть я не смогу на славянском прочитать, но я знаю другие сборники, которые вышли при поддержке библиотеки, например, перевод с болгарского на русский. И мне, как читателю, это очень было интересно. Спасибо. Спасибо большое, Антонина. И я бы хотел поблагодарить всех, кто приняли участие в издании сборника, в его подготовке, в переводах, безусловно. И особую благодарность выразить Полине Родионовне-Краснянской, которой сегодня с нами нет, но она очень большой вклад внесла в наш сборник, благодаря тому, что она стала автором дизайна нашей обложки, которая получилась, на мой взгляд, очень приятной и интересной. Иван, можно, да? Да, Юрина, конечно. Я хотела, да, вклиниться, я вот вклиниваюсь. Да, я, во-первых, хотела бы поблагодарить самого Ивана Риделя, который вот здесь скромно модерирует. На самом деле, вот чем мне нравятся наши коллеги, наши сотрудники, это действительно полное включение в задачу, в проблему, и из ничего получается что-то, и, как правило, естественно, после некоторой, так сказать, шлифовки, уже на действительно хорошем, достойном уровне. Иван впервые в своей жизни макетировал книгу. Ну, вот так вот, библиотека иностранной литературы решает разные задачи, наши сотрудники в любой момент могут получить совершенно необычную для себя цель и с успехом решить ее. Так что я действительно большую благодарность хочу высказать и Полине Краснянской, и Ивану Риделю за то, что они вот обеспечили техническое воплощение наших прекрасных замыслов и замечательных славянских переводов. Я еще раз хотела бы поблагодарить наших издателей и наших славянских партнеров. Может быть, чуть-чуть поподробнее, буквально два слова об этом скажу. У нас, кроме Люблянского университета, в конкурсе конкурс поддержали и непосредственно приняли участие в качестве членов жюри и Общества славянских художественных переводчиков и Общества славянских писателей. В нашем жюри были действительно маститые, замечательные люди. Из писателей это Милан Естих, это даже поэт и переводчик, это Славка Прегл. В конкурсном жюри были ведущие переводчики, маститейшие, получившие награды национальные за лучшие переводы на славянский язык. Это, кроме самого уже виденного вами Блажа Подрестника, это прекрасные переводчики Бород Крашевец и Ильяна Деяк. Большое спасибо вам, коллеги, низкий поклон за вашу поддержку, помощь и действительно, как сказал Иван, за то, что вы наши настоящие партнеры, соратники и друзья. Спасибо. Спасибо большое, Юлия Анатольевна, за теплые слова. И еще раз большое спасибо нашим коллегам и партнерам. Если кто-то хочет высказать пару слов о сборнике или о Ване Бунине, будем рады дать такую возможность. Но пока я вижу, что особо никто рук не тянет в нашу сторону, поэтому можем перейти к следующей части нашей презентации, а именно к чтению рассказов Ивана Бунина на русском и славянском языках. И на русском языке рассказ Ивана Бунина «Темные аллеи» будет читать большой друг нашего центра, советник, директор библиотеки иностранной литературы, кандидат исторических наук и большой ученый муж Алексей Викторович Юдин. На славянском языке параллельно будет читать этот же рассказ в своем переводе Маша Девольский. Ваши коллеги, вам слово. Спасибо. Темные аллеи Холодное осеннее ненастье на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, в длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик, туго подпоясанном армяке, серьезный и темнолики, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника. А в тарантасе встроенный старик военный, в большом кратузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником. Еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами. Подбородок у него был пробрит, и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования. Взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый. Когда лошади стали, он выкинул из тарантасу ногу в военном сапоге с ровным глинищем и придерживая руками в замшевых перчатках пола шинели, сбежал на крыльцо избы. Темни драгороди. В хладном jасинском доживе е по-ене из медглавних цест в Туло, размочених от подавин и препреглих шрними браздами, припеле от блата умазан воз знопов при уздигнено streхо, тройка в доказ прапростих кон, ки со заради брозга имели завезане репе. Цеста е водила за долгие кмечки хише, в катори е била в одном делу државна пощна постая, в другом по зазедна соба, керси е било могуче отпочити ки со се здружили с прав такими залисци. Брадо је имел обриту и целотен Видез је споминјал на Александра II. Видез, ки је бил тако прилюблен над војаки в часу негове владавине. Поглед је бил прашујоћ, строг и јих крати втрујан. Ко со се конји вставили, је извоза потегнил ного в војашком шкорни стрдо голеницо, з руками в јрхастих рукавицах је придржал шкрица плаща, тер по стопницах стекал Куфаду Хишен. Налево, ваше происходијство! грубо крикнул вскользил кучер. И он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошёл в сеансы, потом в горницу налево. В горнице было тепло, сухо и опрятно. Новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистый суровый скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки. Кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белело мелом. Ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, опиравшейся отвалом в бок печи. Из-за печной заслонки сладко пахло щами, разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом. Приезжий сбросил на лавку шинели и оказался ещё стройнее в одном мундире и в сапогах. Потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провёл бледной худой рукой по голове. Седые волосы его с начёсами на висках к углам глаз слегка курчавились. Красивое льняное лицо с тёмными глазами хранило кое-где мелкие следы оску. В горнице никого не было. И он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенце «Эй, кто там?» В тот час след за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже ещё красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с тёмным пушком на верхней губе и вдоль щёб, лёгкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом, под шерстяной чёрной юбкой. «Лево, ваша екселенца, се сквозла grobo за дору кочај, он па се заради своје високе поставе малце нагнил на прагу, встопи ввежо и на то на лево особо. Соба ј била топла, суха и снажна. В левом коту нова злата подоба, под ню миза покрита с чистим пртом из небеленега платна, обмизи лепопопомите клопи. Кухиньска пећ, ки је заседала с крајни десни кот, је била на ново побелена. Близу неј је став неке врсте диван, ки је бил прикрит с писаними конскими одејами и з узглавјем наслонјено пећ. Из запећних врат је сладкобно дешало појухи, разкуханем зелју, говедине in лобрејем листу. Гост је одвргал плаћчна клоп и згол uniformи и шкорних разкријвше вид, ке је шо поставо. На то је снел рукавице и ћепице, трси збледо, сухљато роко, утрујено шојо чезглаво. Сиви ласи со били заћесани об сенцих и со се проти котичком оће срахло кодрали. Лепо долг вето враз, с темними јоћми, је тупа там скриво дробне следи чрних коз. Всо би ни било никогар, одпрјо је врата ввежо и гробо заопил. Хеј, кто је там? В тистем тренутку је всоба вступила темна ласа и за своја лета ше лепа женска, прав тако чрних обрви, подобна прилетни циганки с темним пухом над згорно устнице издов шлиц, лахнега корака аубилна, з великим опрсем подрдеја јопица и трикотним трбухом под чрним волменим крилом, ки је споминјав на требух козке. Добро пожаловать, ваше превосходительство, сказала она. Покуште, зволите, или самовар прикажете? Прежи, мельком, глянув на је округлеји плечи и на лјхки ноги в красных поношеных хатарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил. Самовар, хозяйка то ты или служишь? Хозяйка, ваше превосходительство. Сама, значит, держишь? Так точно, сама. Что ж так, вдова, что ли, что сама ведјшь дело? Не вдова, ваше превосходительство, а надо же, чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю. Так-так, это хорошо. И как чисто, приятно у тебя. Женщина, все время пытливо смотрела на него слегка щурясь. И чистоту люблю, ответила она. Ведь при господах выросло, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич. Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел. Надежда, ты, сказал он торопливо. Я, Николай Алексеевич, ответила она. Боже мой, боже мой, сказал он, садись на лавку и в упор глядя на нее. Кто бы мог подумать? Сколько лет мне видались? Лет 35? И слегка, Весница, Ваше экселенца. Торе си сама, господарица? Такое, сама. Како то? Марси удова, да сама водиш посел? Ни сам удова, Ваше экселенца, вон, да морам отне, че са живете. Прошу господарим рада. Такое, такое. То, доброе. Покако чисто и приятно е при тебе. Женщика га е ваше час сре погледала с рахло пред пртими очми. Чисто, че имам рада, je odgovorila. Сай sem rasла при господи, како се не би знала вести достойно, Николай Алексеевич. Он се је hitро взравнал, разпоручи и зардел. «Надежда, си то ти?» – е хласно реку. «Яс, Николай Алексеевич», – е отговорила. «Мой бог, мой бог», – е реку, кој е седал на клуб и зарал на равностванја. «Кто би си мислил? Коли колеце не сва видала? Каких петен тридесот?» «Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю. Вроде того, боже мой, как странно. Что странно, сударь? Ну, все, все, как ты не понимаешь? Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить. «Ничего не знаю о тебе с тех самых пор, как ты сюда попала. Почему не осталась при господа?» «Мне господа вскоре после вас вольную дали». «А где жила потом?» «Долго, рассказывает сударь. Замужем, говоришь, не была?» «Нет, не была». «Почему?» «Пред такой красоте, которую ты имела, не могла я этого сделать». «Отчего не могла?» «Что ты хочешь сказать?» «Что что-то объяснять?» «Небось, помните, как я вас любила?» Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал. «Все проходит, мой друг», – забормотал он. «Любовь, молодость, все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как-то сказано в книге Иова, как в воде протекши, будешь вспоминать. Тридесет, Николай Алексеевич. Я сем зда стара, 48, ви па околе 60, се ми зди. Некaj таке. Мој бог, како ненавадно. Кај ненавадно, господ? Паћ все, все, како не разумеш? Утрујеност и неразтресеност, да ји згинили, вставје и одлоћно за корако по собе гледају чутла. На то се ји вставју, заћел говорити и мед тем зардевати до сивијх лас. «Нићесар, не вем од теби. Все отакрат. Како си пришла сам? Заканни си остала при господи?» «Господа, си ме освободили хитро по вашем одходу. Ке па си живела потом?» «Долга згодба, господ». Прајиш, да ниси била поручена? «Не, нисем. Закай, с тако лепото, ки си јо имела? Тега нисем могла сторити. Закай ниси могла? Кај хоћеш поведати?» «Кај би поясневала? Мар се не спомните, како сем вас любила». Зардел је до соус, се намршћил и спет запоракал. «Все мине, пријателлица моја, је замрмрав. Лјбезен, младост, все, все, навадна, банална згудба. Звети все мине. Како прави јобова книга? Споминјав се бош, кот вода, ки со потекле мимо». «Что кому Бог дајт, Николай Алексеевич? Молодость у всякого проходит, а любовь – другое дело». Он поднял голову и, остановясь болезненно, ухмирно смехнулся. «Ведь не могла ж ты любить меня весь век?» «Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно у вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот поздно теперь укорять, а ведь правда, очень бессердечно вы меня бросили. Сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды, от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие темные аллеи. Прибавила она с недоброй улыбкой. «Ах, как хороша ты была!» Сказал он, качая головой. «Как горяча, как прекрасна, какой стан, какие глаза. Помнишь, как на тебя все заглядывались?» «Помни, сударь, были и вы отменно хороши, и ведь это вам отдала. Я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть?» «Ах, все проходит, все забывается». «Все проходит, да не все забывается». «Уходи», сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. «Уходи, пожалуйста». И вынув платок, и прижав его к глазам, скороговоркой прибавила. «Лишь бы Бог меня простил, а ты, видно, простила». «Лишь бы Бог да, Николай Алексеевич. На досто ведно мине, львизм па не кое-как другое, да? Вигнил је глава, се малце вставил и се болезно насмехнил. Сай ме ниси могла любити в вас та час. Па сам, не гледи на то, колико часа је менило, је то било моје жилље. Ведела сем, да вас такшнега, ко сте били прји, ни већ, ко да сплох ни чесар ни било. Па вендар. Препознај је здајо читати, вендар је рез, зело брезсрћно сте ме запустили. Колико крат сем си хотела взети жилље, же заради кривице саме, да не говоримо в самосталем. Били со часи, Николай Алексејович, ко sem вас склицала Николенка. Ви па мене спомните, како? Ин кар напреј сте ми брали верзи в тистих темних древоредјих, је додала з непријасним насмешком. Ах, како си била лепа, је рекол, з моју јоѓу з глава. Како рјоће крвна, како чудовита, кајшна постава, кајшне оћи. Те спомниш, како со вси погледоји за табо? Спомним се, господ, туди ви сте били иземно чедни. Па се sem вам дало со својо лепото, својо страст. Тега се не позаби, кар тако. Ах, все мине, все се позаби. Все мине, все га ни могоће позабити. Одиди, је рекол, собрнив стран и стопи в кокну. Одиди, просим. На то је взел вен робец, га притиснил којчем, трхитро додал. Ко би ме сад Бог отпустил, ти си ме јо очитно отпустила. Она подошла к двери и приостановилась. Нет, Николай Алексејович, не простил. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо, простите о вас никога не могла. Как не было у мен ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Да что вспоминать, мёртвых с погоста не носит. Да-да, ни к чему. Прикажи подавать лошадей. Ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. Одно тебе скажу. Никогда я не был счастлив в жизни. Не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твоё самолюбие, но скажу откровенно. Жену я без памяти любил. А изменил бросил меня ещё оскорбительнее, чем я тебя. Сына обожал, пока рос, каких только надежд на него не возлагал. А вышел, негодяй, мод, наглец, без сердца, без чести, без совести. Впрочем, всё это тоже самая обыкновенная пошлая история. Будь здоров, милый друг. Думаю, что и я потерял в себе самое дорогое, что имел в жизни. Она подошла и поцеловала у него руку. Он поцеловал у неё. Прикажи подавать. Когда поехали дальше, он хмуро думал. Да, как прелестно было, волшебно прекрасно. Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку. И Тача стыдился своего стыда. Разве не прав, что она дала мне лучшую минуту жизни? Кренила против вратом и се за тренуток вставила. Не, Николай Алексеевич, нисем вам отпустила. Че се поговор же дотакни в наших најних чустов, не вам наравно сповем. Николи вам нисем могла отпустити. Тако, как такрат за ме на свету ни было ни чесар, кар би ми поменила војч, как ви, туди потом ни было ни чесар. Заради тега вам туди не морам отпустити. Но, кај спох размишлям, мртвих се не да ободити. Да, да, рез је, наравјће, која је предјо, је строго одговорил и се одмакни од окна. Само некай ти бом поведал. В жилљенју нисем бил николи срећен, да не бојш мислила, просим. Попрости, че бо то призадело твоје чувство, вендар бом искрен. Жено сем норо лубил. Вендар ма је преварала и пустила ше болј понијженега, кој сем јаз тебе. Синја сем обођевал, кајшне упе сем полагал ванјкој разо. Пај зразо обарабо, забрављивце, предрзне жа, брез срца, брез чести, брез вести. В главном, туди то је навадна банална згодба. Драво остани, драга пријателлица, мислим, да сем туди јаз с табо изгубил все драгоцено, кар сем имел в тем жовљенју. Стопила је до нега и му полјубила роко, он па је полјубил нено. Нароћи конје. Ко се је одпелјал напреј, је Марко размишљал. Да, како је била ошрљива, чудежно ошрљива. Срамото се споминја в својих задних бесед кога је намудамо поставило срам својега сраму. Мармирис да ми је дала најлјбші тренутки својега живљења. Закату проглянуло бледне солјце. Кучер пнал разсој, все минјае чорне клеји, выбираје мене грязне и тоже штото думал. Наконец сказал с серјезной грубостју. А она, ваше происходительство, все глядела в окно, как мы ујђали. Верно, давно изволите знаје је? Давно, Клим. Баба, ума, палата. И все, говорят, богатеје, деньги в рост даје. Это ничђго не значат. Как не значат? Кому ж не хочется получше пожить? Если совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедливо на это. Но крута. Не отдал вовреме? Пеняй на себя. Да-да, пеняй на себя. Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к повинту. Низкое солнце ёлто светило на пустые поля. Лошади ровно шлёпали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув чёрные брови, и думал. Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные. Кругом Шипова Николай цвёл. Стояли тёмных лип аллеи. Ну, боже мой. Что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил её? Ой, вздор. Эта самая надежда не содержательница постоялой гостиницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей. И, закрывая глаза, качал головой. 20. октября 1938 года. Проти вечеру се е приказало бледо солнце. По чияжи в Дрнцу дна оконне, се премикал из ене колеснице в друго, избирал мань blatне и прав таку нечем размишлял. На концу е резно и грубо делал. Ко сте отхали, Ваше эксцелинца е ваше час гледала сквозь окно. Ја же долго познате? Долго Клин Бабо је брихна глава, вси прави, да богати. Денар посоја за обрести. То нић не помени. Како не помени. До па не би разживејо боле. Че посоја повести, нић на робе. Правија, да је правићна, вендар непопустљива. Че не плаћеш првоћасно, си си сам крив. Да, да, сам си си крив. Појени конји, просим, да не бом замудил лака. Низко сонце је румено сијало на празна полја. Конји со је накомедно топотали по лужах. З намршенијми обрми је гледал потпе, како хитијо, и размишљав. Да, сам си си крив. Да, следа најлепши тренутки. Не само најлепши. Реснично чудовити. Все на околи шкрлатен шипек је светел и там недрвореди лип со стали. Мој бог, кај би било потом? Кај, че би је не бил пустил? Кајшна неумност. Да би та истојна одејжда не била ластника преноћића, темајч моја жена, господарица мојега и Трбуѐскаја дома, мати мојјх утроќ, за први је очи и одкијмал. 20. октобр 1938. Огромно спасиба, Алексеј Викторијћ и Маша. Шевам благодарност. Мегај, што прекрасно прозвучал сегонјат разказ в этот осенниј вечер 150-летие Ивана Буњина мне кажется, мы је встречајем достойно. Спасибо вам огромное за ваши переводы и за прочтение и за этот прекрасный сборник, который мы сегодня все имеем возможность читать. Я благодарю всех участников нашей сегодняшней конференции, сегодняшней презентации. Всем желаю хорошего вечера и приглашаю... Спросить! Спросить можно? Можно, конечно. Я хотела бы спросить Машу, в смысле переводчика. Можно? Маша, здравствуйте, меня зовут Надежда Старикова. Я хотела вас спросить, а вы знаете, чьи это стихи? Я знала, когда переводила, но стих забыла. Вы можете напомнить? Нет, я могу напомнить, мне просто интересно. Но если вы знаете, чьи это стихи, значит, наверное, у вас был алгоритм их поисков в каких-нибудь антологиях, ну, скажем, Ашкерцы антологии. Да, ну, вот... Это ваш перевод вот этих строчек? Да, это мой перевод, так что... Понятно. Это Николай Огарёв, это стихотворение 1842 года, где Бунин поменял одно слово. Первое. Потому что у Огарёва вблизи. Всё, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я прошу прощения. Наверное, неправильный вопрос, но всё-таки вот я, как студент, который учится на славянистике, хотел бы расширить круг общения славяно-язычных людей и хотел бы спросить Марию, могу ли я... Возможно ли с вами вступить в переписку или в какой-то контакт? Да, если имеете в виду Машу. Да, да, можно, конечно. А не подскажете, где вам писать в Фейсбук или... Ой, Фейсбук у меня больше нет. Я могу куда-нибудь написать, либо Юле, может быть, свой электронный адрес там отправить и вы напишите мне. Я думаю, что Центр славянских культур может вполне быть посредником. Ага, спасибо большое. Мы можем всех связать, да, присылайте нам письма на почту, а вот мы всем ответим с радостью. Да, я буду очень рада. И в завершение нашего вечера я бы хотел всех пригласить на просмотр, на премьерный показ фильма, посвященного Ивану Вунину, который сейчас будет идти на портале культура.рф и в Фейсбуке нашего Центра. Этот фильм называется Иван Алексеевич Бунин «Дни, вечно памятные мне». снят он украинскими режиссерам, украинским режиссером и украинским хорошим образцом документального кино о жизни великого писателя. Спасибо вам большое и всего доброго. До новых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok